привет уважаемые подписчики канала дневник рыболова сегодня мы будем с вами готовить необычный такой экзотический шашлык с киви вот он необыкновенный готовить его буду первый раз буду пробовать тоже первый раз поэтому в процессе приготовления покажу какие еще специи сюда мы добавляем но в конце снимем пробу и оценим стоит ли готовить или нет мясо свеженькая хорошая вот кстати знаете как проверять мясо на рынке вдавливайте вот пальцем если но вот обратно амортизирует пожалуйста мясо свеженькая все друзья поехали готовить шашлык с киви и так друзья режем кубиками я не люблю очень маленькие кусочки режем примерно так 5 на 5 сантиметров такие прикольные квадратики вот итак после того как мы нарезали такие вот кусочки вот отправляемся в кастрюлю кастель и как всегда нас нержавейка все у нас такой эксперимент мы уже с вами готовили летний шашлык готовили простой рецепт ну ссылочки будут выше так теперь подсаливаем немножко мяса перемешиваем немножко не сильно перемешали есть теперь мелко полукольцами можно чем меньше кусочки чтобы больше сока было вот почему многие режут кольцами я знаю одевают на шампур но я рекомендую овощи вообще жарить отдельно вот мясо то есть на шампур или на этот самый на барбекю овоща вот мы кстати вот этот простой рецепт который мы делали вот там все было отдельно у нас этот лучок чисто для маринада не жареем пускай пускай сок поскольку что за рецепт просто в комментариях пишут мне листалик сделать сделай сделай с киви очень классная вещь давайте попробуем что у нас этого получится я знаю много критики это вот кстати самые сложные ролики снимать это по кухне потому что каждый хозяин по рубает и он серьезно и каждый считает что он делать самый вкусный шашлык я допустим так не считаю я сделаю разные вкусы я знаю что по-разному готовишь разный вкус получается так обычно как бы лука немножко больше я используем так как у нас будет киви мы не будем забивать его вот там два килограмма мяса такую . вот на килограмм мяса где-то берем 2 вот так отлично все просыпаем мясо суп пустила так есть просыпали верхний слой теперь киви киви чистим чем тоньше шкур каким лучше так почистили киви и теперь тоже нажим нарезаем колечками тоненькими какой скользкий суп течет хороший красивый плод до такого в разрезе да запах прикольный так и побыстрее отправляем кастрюльку не грамма не теряем так есть теперь поехали добавляю лавровый лист к 3 так лавровый лист добавили теперь смесь перцев 4 вида перца отлично теперь опять подсаливаем соль по вкусу друзья как обычно так есть как же без нее уже нарезанная зелень а теперь тщательно все перемешиваем именно сжимаем что вот до такой степени так вот что у нас получилось так симпатично смотрится честно говоря так теперь еще один момент добавим стаканчик минеральной воды и опять все перемешиваем так ребята вот что у нас с вами получилось сейчас накрываем крышкой и часика 23 даем томиться ему в общем я считаю что лук в этой ситуации и киви нужно как бы без фанатизма добавлять потому что все таки мы же еще хотим вкус мяса ощущать правильно вот поэтому сейчас одеваем крышечку и ждем два часика кстати еще хотел похвалиться это рыбако касается с старой стороны посмотрите ребята посмотрите ребята так что вы примерно поняли вот моя руках вот локоть вот это плотва друзья это цемлянская плотва обратите внимание к здоровьезная вот это цемлянская плотва еще и коренная да буду тоже снимать пробу ну представьте ё-моё насколько выше кастрюли такая плотвичка не знаю я честно сказать такую не не ловил ни разу около килограмма ну вот обратите внимание здоровезная какая гляньте вот ну да цемлянской меня угостили будем тоже снимать пробу ох и запах ребята класс супер ну ладно идем пока мясо у нас замаринуется и будем первую очередь снимать пробу с нашего экзотического шашлыка друзья так друзья пока маринуется наше мясо мы опять растоплю костерчик точно так же древесный уголь а оставлю как я уже показывал этим самым сухим горючим вот таблетками сейчас разгорится костерчик и пойдем нанизывать мясо на шампурики так ребятки три частика у нас прошло такой вот у нас маринаде получится как холодец какой-то блин так ну ладно все нанизываем на шампура так на ощупь нежное получилось мясо у нас так так на низу наши кусочки на ощупь нежная я хочу сказать более чем можно поплотней аккуратно главное не пробивайте пальцы так шашлык нанизан теперь отправляем его на костер так ребята выклали наше мясо блин стемнело ну ничего главное что процесс пошел а мы сделаем вот так вот все теперь мы будем наблюдать за процессом мое менее такое 15-20 минут как это потолок блин ну красиво сочная блестит как ну будем экспериментировать друзья спасибо за совет мясо активно себя проявляет так появилась у нас уже корочка только перевернем так нужно учесть то что это здесь киви он может пригорать чаще надо переворачивать ну ну жарится конкретно ах класс так друзья вот что у нас получилось с вами так посмотрим удался эксперимент берем все по кусочку и пробуем подписчики знали стоит готовить или нет скиви обалдеть класс да нежная нежная какая вкуснятина это правда класс класс мягенько не просто за то что сочная да обманывать не надо не не очень вкусно короче ребята спасибо за совет приготовить скиви не реально вкусная вещь офигенно вкусно отлично да вкуснятина правда супер пацаны все отлично получилось рекомендуем да 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 вкусно же рецепт обалденный все спасибо ребята а нам приятного аппетита да за просмотры ставим лайки не забываем самые умные ставите ставьте дизлайки вот всего хорошего подписываемся на новое видео всем пока друзья пока